всем доброе утро смотрите у нас какой сегодня хорошее утро мы все это иллюзия очень холодно прям по зимнему и два часа передает опять дожди прям сильный поэтому пока что вот так вот такая красота слышите море как шумит ну блин холодно вообще не по-детски инжир растет что-то мало его в этом году там уже тучи идут сидит ждет моя рыба сладкая ну хоть слава богу после до обеда не будет дождя успею поработать нормально а там посмотрим что будет рядом с работой не было парковочных мест недалеко но на и кучу прогуляюсь немного с этим с этим мальчиком волосатым наша обычная улица 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 родная мясоедовская улица макия и все и завтра выходной завтра тоже дождь передает но по-моему совсем мало айлафа недолго музыка играла как говорится точнее солнышко у нас было знаете прям сейчас такая лежала и гром прям такой трудом и все и дождик начинается видите сырое вообще холодно прям зима вообще зима холода одинокие дома моря города все как будто изо льда я сейчас пойду я-то поела этот как он называется ну вот это вот нут потому что скажет опять поэтому пойду ему сейчас отварю картошку просто вареная картошка он любит знаете как посыпать солью и этим оливковым маслом и у меня свинина есть много чеснока оливковое масло и и вот так он будет есть у меня вчера купил вот такие начис это кукурузный чили представляете я люблю их с авокадо просто вот сделать как типа глакамоле но помять авокадо оттуда немного томатов и немного лука типа глакамоле и вот так макать ну блин с чили я не люблю вообще ничего острое острое соленое сейчас чихну тоже так слышите я люблю чувствовать вкус а острое у меня перебивает вкус я вообще смысла не понимаю еще наверное сейчас семечко себе пожарю слышите в микроволновке как я всегда делаю так что я наверное после обеда не поеду на работу в принципе у меня все которые ну если конечно только мне не позвонят я не знаю дождь видите какой льет у меня сегодня клиенты они знали что будет дождь и они мне все утро который вечером должны были приходить они ко мне все утро приходили в общем утром я попахал за и за вечер и за утро но если конечно говорю кто не позвонит то естественно поеду а если никто не позвонит то нет что там делать в дождик так ладно буду чистить картошку буквально две картошины ему хватит и и все и семечки пожарю план на вечер таков сериал жуков чай и семечки а что еще делать в такую погоду дурацкую только смотреть сериал не знаю что за сериал жуков первой серии военной и семечки теплые и чай горячий с лимоном чтобы не заболеть в общем дождя вроде как нету моя душа не спокойно и я поеду на работу съезжу знаете посмотрю по своим обстоятельствам пытается наверно чем а нет это ветер в общем съезжу на работу я знаете такой человек ответственный что ли можно сказать что если я останусь дома не пойду на работу буду все время думать и грызть себя тем что вдруг любите пришли а меня вот так нет и скажет вот какая безответственная оксана вот написано что она здесь будет а ее нету так что я лучше соберусь съезжу посмотрю чё почем а потом вернусь на пляж конечно не пойду потому что там такой шторм на мой на пляж может быть завтра поедем с утра посмотрим но пока пошла деваться смотрите у нас сейчас мода такая что всякие полиэтиленовые целлофановые пакеты не продаются вернее не продаются они даются бесплатно вот как раз продаются то не продаются и тоже в некоторых магазинах завезли вот эти бумажные пакеты которые мне кажется они совершенно непрактично и мне все время постоянно кажется что они порвутся поэтому у меня машине всегда либо моя тележка старая при старая которую нужно заменить но я и пользуюсь лишь только для того чтобы от машины и в подъезде занести продукты то есть я с ней не бой не иду по улице вот и в аптеке ему вчера мужу дали вот такую сумку представляете ли с лекарствами там было-то господи два пакетика здрасте в общем лекарства лекарства и целую сумку но он ходила в аптеку которая его друга поэтому он ему он говорит а кроме сумки то ничего не положила мир на следующей неделе ну или следующий раз я так выразилась на следующей неделе в общем сегодня у нас футбол так что я опять осталась дома 1 надо чарли новую игрушку срочно фу-фу а то у него осталось от игрушки одна голова у меня смотрите здесь всегда стоит на этом столе вот такой вот это не крем это алоэ вера сто процентов у меня руки очень сохнут поэтому чтобы не постоянно не ходить я вот просто пользуюсь таким раз надыбала и все она быстро впитывается хорошо к чему я это что я осталась одна я тут вычитал в комментариях у марина с италии что завтра праздник какой-то я еще не порылась в интернете не узнала какой праздник у соседей ремонт и причем ремонт они производят только по выходным не знаю что за прикол такой наверное видимо не работают выходные поэтому делают ремонт вот и пылюка везде сейчас про пылесос всю всю в общем пылесосом поработаю их цветы помою они меня там цветы уже надо их помыть и освежить воду боже какая вкусная голова какая вкусная голова от игрушки да да голова вкусная робота 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 я тебя люблю и так хотели робота 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 я в тебя включу и по у меня вообще собака очень как говорится чисто по чисто плотные он смотрите все свои игрушки сла складывает у себя в этом ну вот в своей лежанке я сейчас мужу говорю рассмотрел собака даже говорю это вон какое это все свои игрушки складывать на свое место вот так посмотрел посмотрел и промолчал на что он может сказать на это ничего потому что собака действительно чисто плотнее чем он и даже чем я потому что я любительница разбросать надежду разбросать все свои пледики вот и но одежду то как разбросать вроде бы не разбросана но могу разбросать а чарли нет вот я ему не собирал сам вот так сейчас собирает может конечно разбросать их потом опять собрать вы видели много раз что они разбросаны поэтому все может но вот сейчас такой момент когда на все собрал в общем дождь у нас кстати про работу про рапора были клиентки так что не зря я съездил на работу хотя знаете приехала туда и как раз дождик пошел опять заморозил и пипец какой-то я думала блин ну нафиг я тогда поехала ничего поехал вот мои цветочки видите они эти соси и это не распустилась потому что она сломана была надо еще срезать надо их помыть вазу и привести в порядок чтобы они подольше жить сейчас я пойду пылесосить все пылюки нету полы не буду мыть не потому что там на ночь ну какие-то у меня суеверия или что-то просто они не высохнут ну как высохнуть то они по-любому высохнут но сохнуть будут очень долго потому что сейчас влажности офигенные еще и света нету в общем они будут долго сухнуть вот сейчас в ю тубе лазила там такое причем я не пойму это наверное вести не обострение у всех или как я просто знаете раньше было далеко далека от всяких вот этих вот ю тубных блогеров да оказывается все друг друга знают все друг друга не знаю сейчас найти как-то обсирают что ли она одна другую то тут так назовет друг в общем пипец сейчас смотрела одного руку ногу сломал сестрой поругался в общем пипец какой-то происходит что вообще не знаю какой-то как это называть назвать а даже не могу сказать в общем тика как большая знаете цыганская семья все друг другом ругаются и куда не залезешь главное в комментарии везде одни и те же комментарии одни и те же обсуждения вот я вообще не знаю может быть это каждый год так вот такое обострение или что я не знаю я в том плане что я по всяким блогером хожу и смотрю я чел как бы новый человек знаете я раньше этим ничем не занималась никого не смотрел для меня был youtube лишь для того чтобы посмотреть какие-то рецепты представляете и все я даже и у голове не могла держать что кто-то ходит и снимает себя вот так как я сейчас камера и снимать свою жизнь так смотрит на меня что я прям это вот он что-то от меня хочет я не про тебя и не ругаю нет нет ой ну все ну все позвала на свою голову иди игрушкой играй и в общем когда я захожу вот сейчас в комментарии читать знаете иногда комментариев намного интереснее читать чем саму видео например у сам вела я вообще ржу ой там что там такое вообще так ой и он хорошо что ржет над всем этим иначе вообще бы можно могла бы крышить поехать в общем сама у нас опять дождь пошел ну это фигеть можно представляете вот так вот то солнце выйдет то дождь идет в общем что происходит не знаю может быть вы мне ответите это может быть такое обострение каждую весну происходит или или что и куда не зайдешь главное все это каждый блогер это обсуждает даже я представляете но просто это вот как бы правда большая цыганская семья все друг друга знают все друг друга вот так вот я не знаю не то что блогера даже подписчики у я не я прям вообще смотрите какой дождик так что я даже не знаю что это может быть каждый год такое обострение или это только в этом году вам наверное не видно он так немножечко идет ну дождик я дождик 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 сейчас полезу в интернет посмотрю что за праздник завтра какой-то тогда пасхи у нас осталось я знаю что в следующее воскресенье нет следующее воскресенье вербное это в испанской по испанской пасхи доме годы рамус ну вербное а у нас значит через неделю вот а за две недели даже не помню если честно какие праздники ну видимо раз люди говорят значит праздник вот ладно пойдут цветы купать отходя от кассы залезла в одноклассники то мне прислали подарки благовещание благую весть принесли вот то это большой праздник я его причем вспоминаю что в прошлом году меня тоже поздравляли так что правильно сделала что я сегодня все убрал потому что знаете я не чистоплюет такой который чтобы вот там с тряпкой бегать или чтобы вот ну не знаю не такая которая замечает где-то какую-то пыль грязь или еще что то но тем не менее хочется чтобы у тебя или дома не было ничего особенно я семечки сегодня погрызла все равно чуть ничего все дра падает да поэтому как бы ну свинарники тоже не охота быть вот а завтра целое воскресенье если будет такая погода то тоже придется дома сидеть а вот кстати опять разговаривают про этого мужчину вот и вчера вспоминали эти случаи вот что были такие случаи тоже когда сын своей матери помог уйти скажем так тоже прям херачит большой красивая была потом 30 лет у нас за ней ухаживал представляете 30 лет 30 и не он помог то ей как она сама его просила он говорит она мне просил очень много раз чтобы что не хочет вот она просит не просто он взял ее и типа это на пей нет она его сама попросила и просила и просила и просила что она устала что она уже больше не может вот и и не может быть но его первую ночь он провел в заключении а потом его освободили может быть ему знаете что дадут услу как это условно но чтобы он дома отбывал срок что-то такое но по суду он вроде когда виновен так что видите вот говорят что она только смерти просила что ну 30 лет представляете вот так вот жить он за ней ухаживал что просто не знаю мы просто мы не знаем как бы мы оказались такой ситуации чтобы мы сделали да судить вот так как-то со стороны это все легко и просто до нас не касается и а мы не знаем как мы себя поведем в той или иной ситуации дважды в одну реку не войдешь раненое сердце не зажгешь в твоих глазах от того букета красивого пышного осталось не совсем много потому что это последний раз был когда я его реанимировала но все таки хоть какие-то цветочки будут стоять у меня и меня радовать скажем так все таки да неплохо все дождик кончился вот так он целый день вообще это очень редко чтобы знаете так пока пол перестал пока пол перестал здесь дожди таки бывают что прям вот так вот все бум выльется и все и потом выглядит выглядывает солнышко на сегодня после обеда прям так пошел перестал пылесос у меня тут буду собирать пылесос ну что родимая поехали кататься сейчас уберу пылесос немножечко так прибралась приготовила себе ужин и потом еще наверное выпью какого-нибудь чая с мятой с лимоном ну как всегда и все я буду с вами прощаться до завтра завтра у нас воскресенье посмотрим что будем делать на погоду всего вам самого наилучшего пишем себе дружненько комментарии ставим лайки всем пока пока им до завтра а а а а а а а а а Продолжение следует...